В Казахстане появятся не меньше пяти филиалов престижных зарубежных университетов. Об этом на неделе заявил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов. После поручения президента открыть представительство авторитетных вузов в нашей стране, профильный министр тут же сообщил, в каких городах они появятся. Помимо Алматы и столицы, в список вошли Атырау, Актау и Петропавловск. И у жителей Северной Республики уже в сентябре может исполниться аризонская мечта. Ведь именно там, на базе Северо-Казахстанского университета имени Кызыбаева, откроется филиал университета Аризоны, который входит в топ-100 лучших вузов планеты. Не Гарвард, конечно, но и Петропавловск, не Бостон. Мы планируем, что на первом этапе это будет порядка 10 образовательных программ по направлениям инженерии, агротехнологии, естественной науки и, возможно, это будет еще медицина. Обучение будет на наших традиционных языках, на казахском и русском языке, но предполагается, что достаточно большая доля образовательных программ будет также вестись на английском языке. Те, кто не хочет дожидаться прихода зарубежных вузов в нашу страну, могут подать заявки на обучение в лучших российских. В программу «Булашак» включили знаменитые Бауманку, МГУ имени Ломоносова, МФТИ. Казахстан решил сделать ставку на технических специалистов. Нам нужно поколение инженеров. Вот только где они будут работать, задаются вопросом специалисты. Согласно последним данным Центра трудовых ресурсов, в этом году диплом получат больше 295 тысяч граждан, а найти работу смогут только 188 тысяч из них. При этом самыми востребованными профессиями останутся охранник, бухгалтер, продавец и водитель. Что изменит реформа высшего образования? Смогут ли остановить утечку мозгов за границу? Ирина Крештоп разбиралась, почему вуз и ныне там. В Казахстане переизбыток экономистов, юристов, менеджеров и острый дефицит инженеров. Эта профессия в нашей стране не пользуется популярностью. Из 560 тысяч студентов только 110. выбрали техническое направление. А молодые казахстанцы должны быть технарями, считает президент. Как это исправить, за неделю придумали в Министерстве образования. Планируется увеличить долю госзаказа, выделяемого на технические направления подготовки. На сегодняшний день этот вопрос проработан. Доля технических специальностей, на которых выделяется госзаказ, будет увеличена до 60%. В сентябре 10 тысяч абитуриентов получат возможность бесплатно осваивать технические специальности. Правда, казахстанцев все чаще привлекают зарубежные вузы. К примеру, учиться в Россию ежегодно уезжает около 40 тысяч абитуриентов. Тимирлан Абильдаев точно знает почему. Я выбрал Санкт-Петербург и Россию, потому что образование, которое я здесь получил, оно выше уровнем образования, которое я могу получить в Казахстане. Я обучался и обучаюсь бесплатно все это время. Здесь, в Санкт-Петербурге, учиться выгоднее, потому что это, так скажем, ближе к каким-то научным центрам, нежели Казахстан. Летом Тимирлан окончит магистратуру, но возвращаться в Казахстан пока не собирается. Хочет получить еще степень кандидата наук. К тому же нашел там работу по специальности. Я стал работать после окончания бакалавриата. Я работаю статистиком в клинических исследованиях. И мы должны проверить, действительно, это лекарство является эффективным. Статистики занимаются, в общем-то, оценкой результатов этих испытаний. То есть они делают вывод о том, является ли это лекарство эффективным. Казахстанец Артур Бабичев тоже уверен, что станет врачом в России. Будущий хирург учится на первом курсе медицинского университета в Новосибирске. Артур хвалит профессионализм местных педагогов, а также техническое оснащение вуза. После окончания новосибирского вуза я тоже могу переехать в Москву, Питер и проходить ординатуру там. Хочется достаться здесь и строить дальнейшую жизнь. Строить жизнь казахстанцы должны в Казахстане. А потому президент решил, что пора менять курс программы «Болошак». Обучаться в российских вузах студенты должны на наших условиях. В связи с поручением главы государства по переориентированию программы «Болошак» и необходимости подготовки технических кадров, мы внесли данный список изменений и включили туда ведущие технические российские вузы, такие как Баумана, МФТИ, МИФИ. Сейчас по международной программе в Москве учатся около 40 студентов. Все в МГУ имени Ломоносова. Этот вуз был единственным в списке «Болошак» из России. Поэтому в основном студенты стремились в университеты Канады, Великобритании и США. Правда, пройти отбор получается не у всех. Инженеры, которые так нужны стране, не могут сдать экзамен по английскому языку. Подаленные дети есть, но он жил в селе, у нее не было возможности хорошо учить английский язык. А когда его начинают по «Болошаку» идти тестировать, язык не знают, он сразу за бортом находится. Вот и получается, что только треть «Болошаковцев» отправляются изучать технические науки за рубеж, говорят эксперты. Остальные выбирают гуманитарные специальности. Асель Абельдаева учится в Калифорнии. Она специалист по стратегическому управлению в сфере образования. Одна из тысячи студентов, которая обучается сегодня по программе «Болошак». Мой выбор страны и университет пал не случайно, потому что мое исследование, оно посвящено изучению факторов, которые влияют на отток талантов в Соединенных Штатах Америки. Я убеждена, что результаты исследования могут послужить хорошим ресурсом для совершенствования молодежной политики Казахстана. Асель должна стать ценным кадром для казахстанского рынка. После окончания стажировки она обязана вернуться на родину и отработать государственную стипендию. Свой долг за обучение в Кембридже Нурмухамед Дусыбаев вернул полгода назад. В течение пяти лет он работал в Шимкенском управлении образования и школе, которую открыл сам. Наша компания оплатила государственную казну, если на этот момент считать, это уже более чем 100 миллионов тенге налогов в совокупности, так же, как и создать более 120 рабочих мест. Цена обучения, которую государство покрывало со своей стороны, составляла около 14 миллионов тенге. Это еще до девальвации. Нурмухамед считает, что международную программу нужно совершенствовать. Отправлять учиться за рубеж больше студентов, а еще вернуть бакалавриат. Хотя бы для тех, кто планирует осваивать технические специальности. Но эксперты с ним не согласны. Я бы лучше отправил 100 магистрантов за пару лет, чем за этот же бюджет. Я отправлю там 10 бакалавриатов, потому что у них там 3-4 года обучения, а у магистрантов год-2. Когда он молодой, 17-18, и сразу попадает в эту новую среду, человек успевает полностью поменяться. И, соответственно, есть за что цепляться за границей. Бакалавров тоже. Скоро начнут учить в зарубежных вузах только на территории Казахстана. В нашей стране откроются сразу 5 филиалов престижных иностранных университетов. Приоритет будет дан на технические направления, на технические вузы. В качестве стран-партнеров мы рассматриваем как страны Европы, Соединенные Штаты Америки, а также Российская Федерация. Два зарубежных вуза появятся в Северо-Казахстанской области. Власти Петропавловска на этой неделе подписали меморандум с Университетом Аризоны. И уже в сентябре Казахстанский государственный вуз на 10 лет доверят в управление американскому. Это классический вуз, очень сильный в сельскохозяйственных науках, в инженерных науках, в технологиях. В сентябре этого года ожидается открытие подготовительной школы на базе Северо-Казахстанского университета с привлечением американских преподавателей. Наши студенты будут готовиться к английскому языку, будут готовиться к базовым исследовательским навыкам. В педагогический состав войдут преподаватели США, но 70% вакансий останутся за местными педагогами. При этом студентов все 4 года будут обучать на английском языке. Будет у наших студентов возможность пойти по международному треку. То есть 3 года обучаться у нас по международной программе и последний год, как минимум, один семестр провести в кампусе университета Аризоны в городе Тусон. Если человек, студент, хорошо сдаст экзамены, он получит 2 диплома. Наш, Казахстанский диплом и университет Аризоны. Депутат Ирина Смирнова уверена, что чужие университеты создадут конкуренцию нашим. И, возможно, тогда отечественные вузы задумаются о качестве образования. Вот такой приход вузов – это упрек нашим вузам, нашему страновому высшему образованию в том, что они сами за 30 лет не смогли создать сильных технических вузов. Это упрек и нашим основным вузам, которые получали огромное финансирование, но не смогли выполнить то, что сейчас нужно стране. Наличие, наоборот, этих вузов здесь, может быть, снизит количество тех наших студентов, которые уезжают в другие страны и там и остаются. Айнур Кинжетаева говорит, даже при наличии филиала иностранного вуза она бы не осталась учиться в Казахстане. Девушка твердо решила – доктором наук станет в Америке. Я бы все равно попробовала себе в США. Именно я хотела, чтобы были преподаватели американцы. Опыт, который ты получишь в другой стране, все равно будет намного больше, чем если ты останешься в своей стране. Опыта в Германии набирается сейчас и Бексулу Бижанова. Мне только сейчас поступило приглашение с рекламного агентства. Я буду отвечать за проекты, сказать, поступать заявки от клиентов для разработки мерчендайзинг-продуктов, либо для рекламы продукции. И я буду вести эти проекты. За работу Бексулу предложили 3000 евро. С дальнейшим повышением оклада, говорит, для жизни в Мюнхене этого достаточно. Такие же зарплаты нужно платить вернувшимся из-за рубежа казахстанцам, считают эксперты. Но проблема в том, что специалистам без опыта, даже с элитным дипломом, не всегда есть место в отечественных компаниях. Хорошо, мы выпустили их всех. Куда они пойдут завтра? Чем они будут заниматься? Возвращаясь сюда, мы сталкивались опять-таки с проблемой их переобучивания, переподготовки и переориентирования на наш рынок. Пока дипломы иностранных вузов казахстанцам, кажется, не пригодятся. В списке самых востребованных профессий в этом году – бухгалтеры, продавцы, водители и охранники. Эксперты говорят, чтобы высококвалифицированные специалисты не попали на биржу труда, для них необходимо создавать новые рабочие места на предприятиях. В противном случае, вместе с ростом уровня образования, страна может получить и рост безработицы. Ирина Крештопа, Иманы Гимбаева, Заурия Жайнакова, Ламзар Люсан и Аян Бибаев. Большие новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова